Привет, веганы! Ну или велосипедисты, ну или кто-то там, напиши кто-то в комментариях. Короче, меня вставило от конопляного йогурта, похоже, но мы сейчас же начнем видео после рекламы от спонсора фирмы Диетчик. Это макароны из кабачков, состоящие только из кабачков, конечно же, по двойной цене, потому что зачем есть больше, если платишь столько же, правильно? В общем, уходим из магазина для лоукарберов и диетчиков по направлению к центру любви к деталям и старине Бесман. Да ладно, я понял, что сейчас это прозвучало так же, как, а вот здесь, в нашей деревне, клуб. Это никому не интересно, поэтому просто покажу. Офигительная горка для детей, старинные, реставрированные, традиционные для данной местности дома. С ними, кстати, ничего нельзя сделать, только вот реставрировать. Опять-таки, площадка для детей, куча магазинов и магазинчиков вокруг. КОНЕЦ Но первым в секции велосипедов нас встречает циклокросс от Merida на Teagra. Система от FSA выглядит сблизи и чувствуется как чугунная, но со своей задачей, однако, определенно справляется и вроде бы ценник хороший. Напишите, сколько такой будет стоить у вас, если этого велосипеда у вас нет, то вскоре я покажу много других ценников и будет возможность сравнить. Секция велосипедов довольно-таки жиденькая, особенно что касается MTB. Но если учитывать, что раньше ее вообще не было, то даже то, что я увидел, шокировало. Приятно, естественно. Не сильно разбирался на месте, но вроде вот это та же Merida, только без шоссейного руля. Вроде там еще несколько компонентов другие. Неинтересно. Лучше обратить внимание на нечто более стоящее. Также присутствует марка Felt VR40. То же самое стоит полторы на Vigli. Гидравлические тормоза 4832 спереди. Самое то Bianchi. Также на старте. Бюджетный, на Sori. Но традиционный цвет Celeste вы все равно получаете. И все лучше следующего динозавра на Dura Ace 7900 LUC 595. Раскрас, который вот вряд ли найдет покупателя. Локальный, я думаю. Но самое главное ценник. Как он стоит? Нет. Я посмотрю. Просто капец. 105 на Felt также имелось. Если ты что-то присмотрел для себя, зацени что-то и для воображаемой девушки. Но если воображение уже вылилось в жестокую реальность, то подойдет вот такой агрегат. Вроде там D2 Altegra. А вот это новый Garmin Sloan. Все без провода. Подается прямо на сочатку глаз. Самое главное не хлопать ушами. Вот такая покрышка. Наверное уже в следующем сезоне сможет продлить кому-то удовольствие безопасного перемещения по дороге. Здесь небольшая секция рам. Вообще у меня частенько возникает ощущение в Германии, кто вообще это все покупает. И за счет чего вообще живут бизнесмены. Но давайте перенесем эту тему на какой-то поболтай выпуск. DS Exclusive. Ватсон, что это? Вот это древний Aero. Алюминиевый Ridley за 180 евро. Дальше дорогущий. Некогда. Luke 986. А вот это что такое? Я без понятия. Что-то дешевое и с очень тонкими стенками. Не думаю, что такой карбон имеет жесткость, к которой так стремятся многие. Это вообще какой-то хреновый карбон. И это еще один лук. Вот этот шлем вряд ли уже кому-то принесет аэродинамическое превосходство. А вот здесь несколько компонентов от любимого мною хайбайк. Здесь не стоит беспокоиться о гарантии. Такая цена подразумевает одноразовость в принципе. Грифы, эргон, ну, по крайней мере, похожи. Пригодятся ребятам, которые занимаются велотуризмом. Это не аэроруль, а действительно продуманная эргономика без компромиссов. Также отдельные компоненты системы, всякие СОР, Тиагра, лежат, никого не трогают. И их, наверное, тоже. Вот это хороший лот, вынос от ZIP, еще один руль от хайбэк и всякое-всячное. Вот здесь, кроме замка на цепь от SRAM, которую я бы купил именно здесь, так как за доставку не нужно платить, но у меня и так все цепи с замками. И вот тут еще пустая упаковка, без понятия, как это называется по-русски, но украли. Это, конечно, неприятно, но что поделаешь. Рядом лежит, кстати, ось от Pitlock, которую я уже показывал до этого. Ну и в завершении этого видео у нас карнавал, вкратце расскажу об этой замечательной традиции в Германии, особенно в областях Кёльна, Бона, которая из года в год, да бухают просто люди, несколько дней подряд бухают, и все. Нечего тут рассказывать, ничего иного не происходит. Бухают и радуются от затуманного рассудка, а потом по телеку вещают, что, мол, 300 бутылок паленой опасной водки по Германии гуляет. Осторожно. В общем, спрашивают какого-то дебильного специалиста с IQ ниже кабачка, эта водка может быть опасна для вашего здоровья. Да ну нахрен, Кэп, расскажи больше. Расскажи, какого хрена эту водку продают в миллионах количествах, а именно из-за вот этих 300, которые более опасны, наделали шума. В общем, если реальность настолько тебя не устраивает, то все равно не стоит одевать на нее алкосига наркофильтр, как в какой-нибудь видеообрабатывающей программе. Ей реальности от этого пофиг. Создавай свою реальность, делай каждый день то, что смогло бы приблизить тебя к той реальности, которую ты себе и миру желаешь. Не забывай каждый раз, когда ты не ставишь оценку видео, тренды Рутуба покоряют игнорантные придурки, которые съели бы свою копченую мать, если бы им оплатили доставку. Спасибо за просмотр. До-дого.